Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 21 ноября, Православная Церковь совершает память Собора Архистратига Божия Михаила. Празднование Собора Архистратига Божия Михаила и прочих небесных сил бесплотных установлено в начале IV века на поместном Лаодикийском Соборе, бывшем за несколько лет до Первого Вселенского Собора. Лаодикийский Собор 35 правилом осудил и отверг еретическое поклонение ангелам как творцам и правителям мира и утвердил православное их почитание. Совершается праздник в ноябре, девятом месяце от марта, с которого в древности начинался год, в соответствии с числом девяти чинов ангельских. Восьмой же день месяца указывает на будущий Собор всех сил небесных в день страшного Суда Божия, который святые отцы называют днем восьмым. Ибо после века сего, идущего седмицами дней, наступит день осьмый, и тогда приидет Сын Человеческий в славе Своей и все святые ангелы с ним. Чины ангельские разделяются на три иерархии – высшую, среднюю и низшую. Каждую иерархию составляют три чина. В высшую иерархию входят серафимы, херувимы и престолы. Ближе всех при Святой Троице предстоят шестикрилатые серафимы, то есть пламенеющие огненные. Они пламенеют любовью к Богу и других побуждают к ней. После серафимов Господу предстоят многоочитые херувимы. Их имя значит «излияние», «премудрость» и «просвещение», ибо через них, сияющих светом богопознание и разумение, тайн Божиих, не спосылается премудрость и просвещение для истинного богопознания. За херувимами предстоят богоносные по благодати, данные им для служения престолы. Таинственно и непостижимо носящие Бога. Они служат правосудию Божию. Среднюю ангельскую иерархию составляют три чина – господство, силы и власти. Господство владычествует над последующими чинами ангелов. Они наставляют поставленных от Бога земных властителей мудрому управлению. Господство учат владеть чувствами, укращать греховное вожделение, порабощать плоть Духу, господствовать над своей волей, побеждать искушения. Силы исполняют волю Божию. Они творят чудеса и не спосылают благодать, чудотворение и прозорливости угодникам Божиим. Силы помогают людям в несении послушаний, укрепляют в терпении, даруют духовную крепость и мужество. Власти имеют власть укращать силу дьявола. Они отражают от людей бесовские искушения, утверждают подвижников, оберегают их, помогают людям в борьбе с злыми помыслами. В низшую иерархию входят три чина – начало, архангелы и ангелы. Начало начальствует над низшими ангелами, направляя их к исполнению божественных повелений. Им поручено управлять вселенной, охранять страны, народы, племена. Начало наставляет людей воздавать каждому честь, подобающую его званию. Учат начальствующих исполнять должностные обязанности не ради личной славы и выгод, а ради чести Божией и пользы ближних. Архангелы благовествуют о великом и преславном, открывают тайны веры, пророчества и разумения воли Божией, укрепляют в людях святую веру, просвещая их ум светом Святого Евангелия. Ангелы наиболее близки к людям. Они возвещают намерения Божие, наставляют людей к добродетельной и святой жизни. Они хранят верующих, удерживают от падений, восставляют падших, никогда не оставляют нас и всегда готовы помочь, если мы пожелаем. Все чины небесных сил носят общее название ангелов по сути своего служения. Господь открывает свою волю высшим ангелам, а они, в свою очередь, просвещают остальных. Над всеми девятью чинами поставлен Господом святой архистратик Михаил, имя его в переводе с еврейского «кто как Бог», верный служитель Божий, ибо он незринул с неба возгордившегося Деницу с другими падшими духами. А к остальным ангельским силам он воскликнул «Вон, мем, станем добре предсоздателем нашим и не помыслим неугодного Богу». По церковному преданию, запечатленному в службе архистратигу Михаилу, он принимал участие во многих ветхозаветных событиях. Во время выхода израильтян из Египта он предводительствовал им в виде столпа облачного днем и столпа огненного ночью. Через него явилась сила Господня, уничтожавшая египтян и фараона, преследовавших израильтян. Архистратик Михаил защищал Израиль во всех бедствиях. Он явился Иисусу на вину и открыл волю Господа на взятие Иерихона. Сила великого архистратига Божия явилась в уничтожении 185 тысяч воинов ассирийского царя Сеннахирима в поражение нечестивого вождя Антиохова и Леодора и в ограждение от огня трех святых отроков Анании, Азарии и Месаила, брошенных в печь на сожжение за отказ поклониться идолу. По воле Божией архистратик перенес пророка Аввакума из Иудеи в Вавилон, чтобы дать пищу Даниилу в рове со львами, заключенному. Архангел Михаил запретил дьяволу явить Иудеям тело святого пророка Моисея для обожения. Святой архангел Михаил явил свою силу, когда он чудесно спас отрока, брошенного грабителями в море с камнем на шее у берегов Афона. С древних времен прославлен своими чудесами архангел Михаил на Руси. Предстательства за города русские, Пресвятой Царицей Небесной, всегда осуществлялись ее явлениями с воинством небесным под предводительством архистратига Божия Михаила. Благодарная Русь воспела Пречистую Богородицу и архангела Михаила в церковных песнопениях. Не было на Руси города, где не существовала бы храма или предела, посвященного архистратигу Михаилу. Один из главнейших храмов города Москвы, храм-усыпальница в Кремле посвящен ему. Из священного писания и священного предания известны также архангелы. Гавриил, что значит крепость Божия, провозвестник и служитель божественного всемогущества. Рафаил, врачевание Божие, целитель человеческих недугов. Уриил, огонь или свет Божий, просветитель. Силофиил, молитвенник Божий, побуждающий к молитве. И Ягудиил, славящий Бога, укрепляющий труждающихся для славы Господней и ходатуйствующий о воздаянии им за подвиги. Варахиил, раздаятель благословения Божия на добрые дела и спрашивающие людям милости Божии. Иеремиил, возвышение к Богу. Дорогие братья и сестры, всех, кто в крещении или постриге носят имена святых Михаила, Гавриила, Рафаила, Уриила, Силофиила и Ягудиила, Варахиила и Иеремила, я поздравляю с днем Тезаимеництва, благожелая вам мира душевного, здравия телесного и неоскудивающей помощи Божией по молитвам ваших небесных покровителей. Многое вам и благая лето! Многое вам и благая лето!